Рождественское послание Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла Архипасторем, пастырем, диаконом, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих Преосвященный Архипасторе, досточтимы отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам И поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения Прославляя из года в год неизреченное к нам снисхождение Спасителя Мы, как некогда вифлеемские пастухи, услышавшие от ангела великую радость, которая будет всем людям Спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коева Предсказывали славные пророки и ожидало многое множество мужей и жен И вот, желаемый, по слову пророка Агея, всеми народами Уничижает себя самого, принимая образ раба, становясь подобным человеком Повелитель Вселенной избирает себе не императорский дворец, не жилище властителей мира сего Ни чертог богатых и знатных Ему не находится места даже в гостинице Сын Божий рождается в пещере для скота Колыбелью же ему служат ясли для кормления животных Что же беднее пещеры И что смирение пелен, в которых просияло богатство божества Избрав для таинства нашего спасения последнюю нищету Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире Власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный статус Он предлагает нам иной закон жизни Закон смирения и любви Побеждающий гордость и злобу По этому закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией И становится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире всем властью и могуществом Сила Божия и являет себя не в земном величии и мирском благополучии А в простоте и смирении сердца По слову преподобного Серафима Саровского Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему Вот престол, на котором он любит восседать Сыне, дашь мне сердце твое, говорит он А все прочее я сам приложу тебе Ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие Господь не гнушается нищими и бездомными Не презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа И тем более он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога А потому и не должно повергать его в уныние Или становиться причиной губительного отчаяния Спаситель взыскует нас самих Сын мой, дочь моя, отдай мне сердце твое, призывает он Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом Который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком И который сам есть единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности И да не сломят никого из нас, выпадающий на нашу долю испытания Ибо с нами Бог С нами Бог И из нашей жизни уходит страх С нами Бог И мы обретаем душевный покой и радость С нами Бог И мы с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование Шествуя за Христом, человек идет против стихи мира сего Он не покоряется встречающимся соблазном и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха Ведь именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь по-настоящему горькой Именно Он, заслоняя свет божественной любви, ввергает нас в многоразличные бедствия И ожесточает наши сердца по отношению к другим людям Побеждается же грех Только благодатью Святаго Духа, которая подается нам через Церковь Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир И помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний И потому отпадающие тем или иным образом от единства церковного Теряют, подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды Особое слово Я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины Братоубийственное противостояние, которое возникло на земле украинской Не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних Вы слышали, обращается ко внимающему ему Господь, что сказано Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего А я говорю вам Любите врагов ваших Да будете сынами Отца вашего Небесного Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни И пусть злоба и неприязнь к другим никогда не обретают место в нашей душе Призываю всех чад многонациональной русской православной церкви Сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине Об исцелении ран, как телесных, так и душевных, нанесенных войной людям Будем и в храме, и дома искренне просить об этом Бога Будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали от наших стран И страдают от вооруженных конфликтов В эту же рождественскую и святозарную ночь И последующие святы дни Восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа Благоизволившего многого ради человеколюбия своего прийти в мир Подобно библейским волхвам принесем Богомладенцу Христу свои дары Вместо золота – нашу искреннюю любовь Вместо ладана – теплое моление Вместо смирны – доброе и заботливое отношение к ближним и дальним Еще раз поздравляю всех вас, дорогие мои, со светлым праздником Рождества А также с наступившим новолетием Молитвенно желаю вам обильных милости и щедрот От великодоровитого Господа Иисуса Аминь Кирилл, патриарх Московский и всея Руси Рождество Христово 2016 года Рождественское послание огласил епископ Солнечногорский Сергий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова